Рад приветствовать вас в нашем сегодняшнем вебинаре. Тема звучит так. Формирование смыслового чтения в обучении английскому языку на примере курсов и пособий издательства ТИТЛ. Позвольте представиться прежде всего. Меня зовут Валерий Геннадьевич Апальков. Я заместитель директора по иностранным языкам образовательного центра «Газпром» в Москве. Я очень рад приветствовать наших коллег практически со всех регионов нашей необъятной родины. Вот я вижу, есть коллеги из Пермского края, из Красноярска, из Ростовской области, Саратова. Пожалуйста, напишите в чате еще раз, кто не успел это сделать, откуда вы, для того, чтобы мы смогли тоже посмотреть географию коллег, присутствующих на наших вебинарах. По окончании семинара вы сможете получить сертификат. Информацию о том, как получить, будет размещена в конце презентации, а также вы получите гиперссылку, код для получения сертификата, который будет действительно в течение получаса. Сегодня нашу встречу мне хотелось бы начать со слов Дмитрия Сергеевича Лихачева о том, что каждый человек обязан, я подчеркиваю, обязан, заботиться о своем интеллектуальном развитии. Это его обязанность перед обществом, в котором он живет, и перед самим собой. Основной, но, разумеется, не единственный способ своего интеллектуального развития – это чтение. Действительно, в своей работе, будучи учителем, заместителем, директором, автором, я постоянно возвращаюсь к вопросу обучения чтения. И мне приятно, что этот вопрос поднят на высоком уровне, на уровне федеральных и государственных образовательных стандартов, и смысловое чтение выделяется как метапредметный навык. Следует отметить, что в основе основ реформ в Великобритании, Финляндии и других стран, образовательные системы которых признаны лучшими на сегодняшний день, лежит смысловое чтение. Вы знаете, ежегодно, уже четвертый год подряд, на базе нашей школы проходит международный семинар экспертов в области образования. И наш коллега из Японии, директор школы СИО, который является частью образовательной системы университета Такай, выступая, разоткровенничался. Он рассказал историю о том, что, когда его перевели работать, управлять этой элитной школой, перед ним поставили задачу повышения качества образования выпускников школы. Предпринимаемые им меры, к сожалению, не давали ожидаемых результатов. И он задумался, что можно сделать, чтобы как-то изменить ситуацию кардинальным образом. Тогда он придумал такой ход. Каждое утро, 10 минут до начала занятий, все ученики школы посвящали чтению. Они приносили из дома различные книжки, которые им нравятся. И вся школа на эти 10 минут до начала занятий замолкала. В школе начинала царить такая интеллектуальная тишина. Этот эксперимент показал, насколько важно заниматься одним общим делом, которое направлено на достижение достойного результата, а именно повышение качества образования. Результатом такого нововведения господина Косаки стало повышение успеваемости учеников школы. Когда я изучал литературу, готовясь к нашей сегодняшней встрече, мне в руки попала книга известного реформатора, автора многих реформ в Великобритании, в США, Австралии, Канаде, сэра Майкла Барбера, который выступал в Высшей школе экономики в 2001 году. И вот как Анатолий Георгиевич Каспаржак, директор Центра развития и лидерства образования, описывает эту встречу. Он говорит о том, что Москва, 2001 год, зима, размеренно, но достаточно стремительно, входит подтянутый англичанин средних лет. Снимает пиджак, демонстрируя при этом безукоризненно белую рубашку, присаживается к столу и начинает рассказывать о проблемах другой реформы, образования, а именно той, которую в Англии проводила партия лейбористов. И речь шла, как ни странно, о работе повышения грамотности чтения в начальной школе. В зале, на самом деле, в этой ситуации возникла зловещая тишина. При чем тут грамотность чтения, читал Анатолий Георгиевич в глазах собравшихся? Зачем мы, сочинители грандиозных реформ, планов, которые должны потрясти мир, мы, революционеры-реформаторы, в самых ближайших планах которых лежит коренное переустройство системы образования, состоящей почти из 70 тысяч школ, не считая вузов, техникумов и других мелочей, должны слушать о грамотности чтения. Но тогда было удивительно, что оратор, сэр Майкл Барбер, смог взять зал, и пресловутое грамотность чтения стало, на самом деле, тем полем, на котором выросли такие проблемы, как построение системы подготовки и переподготовки кадров, вопрос национальной системы оценки качества образования, управления, администрирования, поощрения и наказания. И на примере ясной, понятной всем задачи, а не только педагогам, которые работают каждый день в классах, была продемонстрирована сложность решения самых простых, на первый взгляд, образовательных проблем. Для чего я привел пример эту ситуацию? Ведь у многих присутствующих, как и у революционеров, реформаторов, которые присутствовали на лекции сэра Барбера, может сложиться мнение, что данная тема касается исключительно либо учителей русского языка, литературы, учителей начальных классов. Но важно понимать, как я уже говорил, что чтение сегодня – это метапредметная компетенция. И тогда становится понятно, почему в новом стандарте закреплена необходимость развития смыслового чтения. Нам необходимо сегодня понять, как помочь ребенку овладеть этой компетенцией и как она влияет на образовательные результаты в разных предметных областях в целом и в частности в обучении английскому языку. Нам необходимо эффективно и достаточно продуктивно предпринять необходимые шаги. Что такое эффективность? Формула эффективности достаточно простая. Это при малых затратах получить высокий результат. С одной стороны, вопрос об учении чтения нам хорошо знаком. С другой стороны, мы на них можем посмотреть под новым углом и принять новые шаги. И сегодня я хочу предложить вам такой некоторый теоретический больше взброс, поскольку наши вебинары тоже являются и таким методическим ресурсом повышения квалификации. Глобальные процессы информатизации общества. Увеличение с каждым годом информации, текстовой информации в геометрической прогрессии, а также предъявление новых требований к ее анализу, систематизации, скорости ее переработки поставили теоретиков и практиков в области образования перед необходимостью разработки новых подходов к обучению чтения. Деятельность отдельных педагогов, ассоциаций зависит от их информированности и способности эффективно использовать имеющуюся информацию. Прежде чем предпринять какие-либо действия, необходимо провести большую работу по сбору и переработке информации. Мы с вами это хорошо знаем, когда и работаем над темами самообразования, когда готовимся к педсоветам. То есть происходит своего рода информационный взрыв и вместе с тем информационный кризис. Проявляются противоречия между ограниченными возможностями человека по восприятию и переработке информации и существующими мощными потоками и массивами хранящейся информации. Нам, как учителям, необходимо подготовить учеников к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, овладению современными средствами, методами и технологиями работы. Ведь новые условия порождают зависимость информированности одного человека от информации, приобретенной другими людьми. Поэтому уже недостаточно уметь самостоятельно осваивать и накапливать информацию, а надо учиться такой технологии работы с информацией, когда подготавливаются и принимаются решения коллективно на основе коллективного знания. В этом и заключается залог успеха – в умении извлекать информацию из разных источников, представлять ее в понятном виде и уметь эффективно использовать. Поэтому проблема обучения чтению становится наиболее актуальной в свете модернизации общего образования. В Федеральном государственном образовательном стандарте, который отражает социальный заказ нашего с вами общества, подчеркивается важность обучения смысловому чтению. И отмечается, что чтение в современном информационном обществе носит метапредметный или надпредметный характер. Умение чтения относится также и к универсальным учебным действиям. Это, в свою очередь, означает, что на каждом предмете должна вестись работа по формированию и умению, и развитию умений смыслового чтения. Следует отметить, что 21 век отличается тем, что проблема чтения привлекает внимание теоретиков и практиков во всем мире. В частности, Организация Объединенных Наций объявила 2003-2012 годы десятилетиям грамотности. В связи с этим во многих странах мира, и в нашей стране в том числе, осуществляется государственная и общественная поддержка чтения и книги. Реализуются национальные программы и инициативы поддержки детского чтения. Знаете, древние греки говорили, он неграмотен, не умеет ни читать, ни плавать. Думаю, что это как никогда соотносится и с действительностью нашего с вами времени. Сегодня чтение наряду с письмом и владением компьютера относятся к базовым умениям, которые позволяют продуктивно работать и свободно общаться с разными людьми. Чтение – это многофункциональный процесс. С одной стороны, умение грамотного чтения необходимо при работе с большим объемом информации. Это обеспечивает успешность для взрослых в работе, а для детей, соответственно, в учебе. С другой стороны, чтение играет важную роль в социализации обучающихся. А этому посвящены многочисленные исследования как отечественных, так и зарубежных ученых. И, наконец, чтение выполняет воспитательную функцию, формируя нравственную позицию человека. Я ей предлагаю рассмотреть чтение с этих позиций. Не секрет, что чтение является универсальным навыком. С одной стороны, это то, чему учат, с другой стороны, это то, посредством чего учатся. Как установили ученые, на успеваемость ученика влияет около 200 факторов. Но фактор номер один – это навык чтения, который гораздо сильнее на успеваемость влияет, нежели все вместе взятые навыки остальные. Исследования показывают, что для того, чтобы быть компетентным по всем предметам и в дальнейшем жизни, человек должен читать примерно 120-150 слов в минуту. Это становится необходимым условием успешности работы с информацией, но не главным. С точки зрения психологов, в процессе, направленном на понимание текста, задействованы такие психические процессы, как внимание, память, воображение, мышление, эмоции, воля, интересы и установки. Поэтому одна из основных психологических задач обучения смысловому чтению – это активизация психических процессов ученика при работе с текстом. Великий отечественный психолог Алексей Алексеевич Леонтьев пришел к выводу, что содержание текста всегда имеет множество степеней свободы, потому что разные люди понимают один и тот же текст абсолютно по-разному, в силу своих индивидуальных особенностей и в силу накопленного опыта. Процесс чтения, тем не менее, состоит из трех фаз. Первая фаза – это восприятие текста и раскрытие его содержания и смысла. То есть это своеобразная расшифровка, когда из отдельных слов, фраз, предложений складывается общее содержание. В этом случае чтение включает просмотр, установление логических связей, значение слов, нахождение соответствий, узнавание фактов, анализ сюжета, воспроизведение и пересказ. Вторая фаза – это фаза извлечения смысла. То есть объяснение найденных фактов с помощью привлечения имеющихся знаний, а также интерпретация текста. На этой фазе происходит упорядочивание и классифицирование, объяснение и суммирование, развлечение, сравнение, сопоставление, группировка, анализ и обобщение, соотнесение с собственным опытом, размышление над прочитанным, над контекстом и над выводами. И третья фаза – это фаза создания собственного нового смысла, то есть присвоения новых знаний как собственных в результатах размышления. Здесь, уважаемые коллеги, хочется отметить, что те, кто останавливается на первой фазе чтения, то есть восприятие текста, его пересказа, репродуктивного, скажем так, характера, они читают репродуктивно, механически, воспроизводят содержание, занимаются пересказом, и ни для кого из нас не секрет, что есть учителя, для которых такая форма работы является традицией. Но когда-то, на самом деле, этого было, может быть, и достаточно для получения образования, но сегодня нам необходимо воспитать грамотного читателя. То есть сделать шаг от первого этапа зубрежки к смысловому чтению. Соответственно, одним из путей развития читательской грамотности является стратегиальный подход к обучению смысловому чтению. Смысловое чтение – это такое вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста. В концепции универсальных учебных действий выделены действия смыслового чтения, которые связаны со следующим. С осмыслением цели и выбором вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи, определение основной второстепенной информации, формулирование проблемы и главной идеи текста. Для смыслового понимания недостаточно просто прочитать текст. необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание, на прочитанное. Поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие его части будут присутствовать во всех видах универсальных учебных действий. То есть в личностные универсальные учебные действия входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к школе. В регулятивные универсальные учебные действия входят такие моменты, как принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция деятельности, своей работы. В познавательные универсальные учебные действия входит логическое и абстрактное мышление, оперативная память, творческое воображение, концентрация внимания, а также объем словаря. В нормативных образовательных документах зафиксировано такое определение смыслового чтения. Это осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели, извлечение необходимой информации из текстов различных жанров, определение основной и второстепенной информации, свободной ориентации и восприятие текстов художественного, научного, публицистического, а также официально-делового стиля. Таким образом, задачи стандарта позволяют выявить основные умения смыслового чтения, развитие которых должно обеспечиваться всей образовательной деятельностью. Обратимся к практике. В научной литературе стратегии смыслового чтения понимаются как различные комбинации приемов, которые используют ученики для восприятия графически оформленной текстовой информации, а также ее переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей. Я думаю, что всем нам с вами хорошо известны такие стратегии, как кластер, заполнение таблицы «Знаю», «Хочу», «Узнать», «Узнал», а также «Фишбол». На своих уроках, а также мои коллеги очень часто используют приведенные здесь на этом слайде стратегии смыслового чтения. И мне бы хотелось, чтобы вы также поделились в чате своим опытом. Может быть, вы используете аналогичные стратегии, возможно, вы используете что-то еще дополнительно. Поэтому я думаю, что поскольку вебинар является такой своеобразной площадкой, на которой мы делимся нашим опытом, то коллегам также будет интересно узнать, что работает более эффективно, что работает менее эффективно, и мы будем рады узнать о вашем опыте, уважаемые коллеги. Сущность стратегии смыслового чтения состоит в том, что стратегия имеет отношение к выбору и функционирует автоматически, то есть на бессознательном уровне, и формируется в ходе развития познавательной деятельности. Обучение стратегии чтения включает в себя приобретение таких навыков, как развлечение типов, содержание сообщений, то есть это работа с фактами, мнениями, суждениями, оценки, распознавание иерархии смыслов в рамках текста, то есть это выделение основной идеи, темы и ее составляющих, и собственное понимание, то есть процесс рефлексивного восприятия культурного смысла информации. Да, вы знаете, иногда на самом деле полезно представить какую-то информацию на слайде в перевернутом виде, для того, чтобы подстегнуть, актуализировать внимание слушателей, а также на уроках часто это использую, так пробуждает учеников. По мнению Натальи Сметанниковой, автора стратегиального подхода в обучении чтению, стратегии это план программы совместной деятельности, в которой очень много ученик работает самостоятельно, но под руководством учителя. В целом насчитывается около 100 стратегий чтения, но согласно статистике около 30, максимум 50 стратегий учителя используют на уроках в школе. Мы позже выложим обязательно ссылку, по которой вы сможете перейти и ознакомиться с основными стратегиями стратегиями формирования смыслового чтения согласно Сметанниковой. Мы с вами знаем, что знания учеников будут прочными, если они не механически заучены, а являются продуктом собственных размышлений и закрепились в результате творческой деятельности над учебной задачей, над учебным материалом. Можно придумать, на самом деле, целую систему далеко не тривиальных заданий для работы с текстом учебника. К стратегиям смыслового чтения относятся и технологии, направленные на формирование критического мышления, о которых уже достаточно много написано и сказано. Критическое мышление означает процесс соотнесения внешней информации с имеющимися у человека знаниями, выработка решений о том, что можно принять, что необходимо дополнить, что подкорректировать, от чего-то, может быть, и отказаться. При этом возникают зачастую ситуации, когда приходится корректировать собственные убеждения или даже отказываться от них, если они противоречат новым знаниям. Методологические основы, как вы видите на слайде, критического мышления включают три стадии, которые должны присутствовать на уроке в процессе познания. Это вызов побуждения, осмысление или реализация, и рефлексия или размышления. Последовательная реализация базовой трехфазной модели на уроках способствует повышению эффективности педагогического процесса. Например, моими коллегами и мной часто применяется такой прием, такая стратегия, как insert. То есть, она предполагает чтение учебного текста с карандашом, а также заполнение таблицы, которая представлена на слайде. Галочки, ученики отмечают информацию, которая для них уже знакома, плюсом означают информацию, которая для них абсолютно новая, минусом отмечают информацию, которая противоречит тому, что они уже знали, и знаком вопроса ребята отмечают информацию, о которой о которой они хотели бы узнать еще больше, что-то уточнить. Само описание этого приема уже демонстрирует тот факт, что работа с текстом, переработка информации, она уже носит такой персонализированный личностный характер для ученика, и знания приобретают личностную значимость. Технологии развития критического мышления, как и стратегии развития смыслового чтения, направлены на формирование вдумчивого читателя, который анализирует, сравнивает, сопоставляет, оценивает знакомую информацию, а также новую информацию. Когда говорят о развитии критического мышления, то традиционно вспоминают аксономию известного американского психолога, педагога Бенджамина Блума, которого мы увидим чуть позже с конкретными глаголами, которые можно использовать при формулировании заданий. Но я также хочу напомнить, что речь о развитии критического мышления уже шла в вебинарах. Алексей Васильевич Конобеев достаточно подробно останавливался. Этому был посвящен отдельный вебинар. Он рассказывал об истории возникновения вопроса, осветил плюсы, минусы подхода, стратегии развития критического мышления. И при желании вы можете посмотреть в архиве и также ознакомиться с этим моментом, потому что периодически всегда полезно возвращаться уже к тому, что мы изучали. Как говорится, повторение мать-учение. Следует отметить, что при формировании грамотного читателя следует учитывать и современные условия, в которых обучаются наши ученики, в которых они живут. То есть то, что для нас становится реальностью, для них это является реальностью, и в этом на самом деле большая разница. То есть для них это естественная среда обитания, а для нас она приобретенная. В данном случае я говорю о технологизации всех сфер нашей жизнедеятельности. Международные исследования показывают, что существует тесная связь между качеством чтения в электронной среде и качеством чтения текст, представленным на бумажном носителе. То есть если ученики показывают достаточно высокие или низкие результаты, низкий или высокий уровень грамотности, читая на бумажном носителе, то аналогичные результаты будут представлены и в результате чтения в электронной среде. Тем не менее, обучение экранному чтению заслуживает и требует как теоретического осмышления, так и переосмысления понятия чтения, создание новых методик обучения с учетом особенностей электронного текста, новых технологий. Ведь при экранном чтении увеличивается значимость просмотрового, поискового видов чтения, а также роль отбора информации при повторном чтении. И во-вторых, сама структура электронного текста может быть представлена в виде гипертекста. Соответственно, в гипертексте направление чтения далеко не обязательно линейно, как в тексте печатном. Экранное чтение таким образом производит некий переворот в широкой сфере коммуникации, ставя образ в один ряд с письмом, а экран со страницы письменного текста. Отсюда, коллеги, мы можем сделать вывод о том, что школе необходимо научить детей работать не только с печатными, но и с электронными, и с аудиоизданиями. Все это связано с таким понятием, как функциональная грамотность, то бишь способность человека использовать умения чтения и письма в условиях получения информации из текста и в целях передачи такой информации. Это отличается от элементарной грамотности, как способности личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия. В этом плане интересны слова Алвина Токфера, который сказал, что в 21 веке безграмотным будет считаться не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, кто не умеет учиться и переучиваться, используя умение читать и писать. Обратимся, коллеги, к психологическому аспекту. Чтение. Как я уже говорил, чтение – это сложный, многогранный, многокомпонентный навык, который имеет два аспекта. С одной стороны это технически, с другой стороны это смысловое. Сначала происходит становление техники чтения, когда ребенок обучается соотносить буквы и звуки. Затем постепенно происходит осмысление чтения. И я думаю, каждый из нас встречался с такой ситуацией, когда маленький ребенок читает слово по буквам, а затем повторяет его достаточно бегло. Этот процесс можно описать как то, что в первый раз ребенок перекодировал информацию, а во второй раз он понимает уже смысл прочитанного. То есть один процесс идет за другим. И с развитием чтения временное расстояние между ними становится все меньше и меньше. Когда читает взрослый человек, кажется, что перекодировка букв и понимание смысла происходит одновременно. Настолько сокращается расстояние между двумя этими действиями. Однако, если ученик или даже взрослый человек сталкивается со сложным или непонятным словом, то ему приходится его прочитать еще раз, либо шепотом, либо про себя, и тогда только попробовать определить значение этого слова. Я думаю, каждому из нас знакома такая ситуация. Да, вот Лина Валентиновна в чате пишет, что действительно переучиваться приходится очень часто, и это дается не всегда легко. С вами согласен полностью. Так вот, можно выделить на самом деле четыре основных этапа формирования навыка чтения, где техническая сторона плавно переходит в смысловую. Они представлены на нашем слайде, и я сейчас остановлюсь на них более подробно. Первый этап – это этапа владения звукобуквенными обозначениями. На этом этапе ребенок воспринимает зрительно не целое слово или слог, а лишь отдельные буквы. Его зрительное восприятие является побуквенным, и прочитанное слово не всегда сразу осознается, поэтому, чтобы узнать его, ребенок часто повторяет слово, слух. На конкретных примерах я полистаю задания, которые мы отобрали, примеры из учебников издательства «Титул», которые демонстрируют как раз-таки этот этап в обучении чтению в начальной школе, когда дети знакомятся с буквами, со звуками и пытаются их соотносить. Второй этап – это послоговое чтение. На этой ступени узнавание букв и слияние звуков в слоге происходит без затруднений. Единицы чтения на данном этапе становятся слог. В ходе чтения появляется смысловая догадка, особенность при прочтении конца слова. Зачастую дети повторяют прочтенное слово, особенно если оно относится к длинным или к трудным словам. Третий этап – это этап становления синтетических приемов чтения. Эта ступень является переходной от аналитических к синтетическим приемам чтения. И здесь уже простые знакомые слова читаются целостно, а малознакомые слова или трудные по звукослоговой структуре еще читаются по слогам. Смысловая догадка начинает играть значительную роль, но ребенок пока еще не в состоянии быстро и точно проконтролировать догадку с помощью зрительного восприятия. Поэтому здесь возможны частые замены слова или окончания слов. То есть у него наблюдается еще такое, так сказать, угадывающее чтение. Четвертый этап – это синтетическое чтение. То есть здесь ребенок уже овладевает целостными приемами чтения, словами, группами слов. И главным для него становится осмысливание содержания прочитанного предложения. Ошибки при чтении становятся достаточно редкими, поскольку догадки уже хорошо контролируются. Полное понимание прочитанного осуществляется лишь тогда, когда ребенку хорошо знакомо значение каждого слова и понятность связи между словами в предложении. Таким образом, понимание прочитанного возможно только при достаточном уровне развития лексико-грамматической стороны речи. Принято характеризовать навык чтения, называя четыре его качества. Это правильность, беглость, сознательность и выразительность. Правильность определяется как плавное чтение без искажений, влияющих на смысл читаемого. Беглость – это скорость чтения, которая обуславливает понимание прочитанного текста. Сознательность чтения в методической литературе последнего времени трактуется как понимание замысла автора, осознание художественных средств, которые помогают реализовать этот замысел, а также осмысление своего собственного отношения уже к прочитанному. Выразительность – это способность средствами устной речи передать слушателям главную мысль того или иного произведения, а также свое собственное отношение к нему. Уровень смыслового чтения зависит от словарного запаса человека, ученика в дальнем случае, понимания фраз и способности сохранять информацию в памяти, а также наличия отсылок к собственному опыту. Поэтому хорошая техника чтения далеко не всегда определяет хороший уровень владения смысловым чтением. Данная небольшая теоретическая отсылка, уважаемые коллеги, дает представление о сложности и многогранности формирования навыка чтения, а также важности отслеживания этого процесса уже в самом начале обучения учеников в школе. Трудности в чтении могут привести к серьезным личностным изменениям, ведь сама деятельность, то есть чтение в данном случае, это один из опорных видов деятельности учебной, как в начальных классах, так и для более старших учеников, поскольку чтение является определяющим фактором в успешности обучения ученика. Более того, это тот вид деятельности, который репрезентируется вовне, перед всем классом и становится объектом всеобщего обозрения. Соответственно, умение читать является одним из факторов, который определяет отношение к ученику, учителю, от сверстников, родных, что часто влияет и на отношение самого ученика к учебной деятельности. То есть, видите, такая логическая цепочка. Далее, пожалуйста, предлагаю вам ознакомиться с некоторыми примерами, то есть последующие слайды, они как раз-таки демонстрируют те этапы, о которых речь числа выше, то есть четыре этапа формирования навыков техники и навыков смыслового чтения. Мы видим на примерах учебника МИЛИ, как происходит обучение с начала техники чтения, это установление соответствия буква-звук, знакомство с транскрипцией, то есть посредством достаточно интересных для детей рассказов ученики знакомятся с особенностями произношения английских звуков, сравнивают незатейливо, но тем не менее русские и английские звуки, соотносят их с буквами, далее выполняют задания на поиск, в данном случае, уже изученных букв, для того, чтобы тем самым формируется и закрепление уже изученных букв происходит в такой занимательной форме, то есть поддерживается интерес учеников к выполнению заданий, к изучению звукобуквенных особенностей английского языка. здесь представлены этапы формирования навыков в технике чтения, то есть описывается сама система, как это реализуется в учебниках МИЛИ. Далее мы видим очень хороший пример того, как ученики уже переходят на следующий этап, то есть они читают краткие рассказы, в данном случае это все три предложения. Здесь ученикам предлагается соотнести прочитанную информацию с изображением этой информации. Потом для учеников третьих классов в учебно-методическом комплекте happyenglish.ru представлен пример, который иллюстрирует тот факт, что чтение является многогранным процессом, является важным аспектом и метапредметным результатом деятельности учеников, то есть здесь в данном случае задание нацелено на развитие познавательной и эмоциональной сферы. Очень интересное задание, необходимо вместе с героем учебника прочитать заклинание, которое вам поможет найти Моргану. Соответственно, тексты, которые представлены и в учебных пособиях, и в серии книжек read-up, они носят многофункциональный характер, то есть они несут прежде всего воспитательную нагрузку, закладывают возможности отработки грамматических и лексических явлений, являются информационной основой для формирования собственных мнений учеников, а также позволяют организовать дискуссию на заданные темы. системы упражнений для работы с каждым текстом предполагает развитие всех метапредметных умений. здесь представлен пример того, что реализуется обучение всем видам чтения, всем стратегиям чтения, то есть это ознакомительное, изучающее, просмотровое чтение. далее, в восьмом классе идет уже более серьезный уровень работы с текстами, то есть еще необходимо выразить оценку прочитанному. И как я и обещал, уважаемые коллеги, на слайде вы видите таблицу в виде круга Бенджамина Блума, то есть его таксономии, когда по уровням, описано, далее идет Comprehension, Application, Analysis, Synthesis, and Evaluation. И соответственно, мы можем посмотреть в желтой окружности глаголы, которые можно использовать для формулирования заданий, то есть на одном из уровней, это если всего лишь повторить, записать, составить список, да, это на закрепление знаний, обсудить, предсказать, перефразировать это на уровне понимания, на уровне применения это построить, составить, решить задачу какую-то и так далее. И соответственно, какой может быть продукт, результат такой деятельности представлены во внешней стороне этого, этой таблицы, этой схемы. На какие же принципы стоит опираться для развития критического мышления? Ну, естественно, не следует давать ученикам готовых решений. Мы все с вами знаем, что пережеванное сто раз оно уже невкусное, поэтому дети любят, когда есть такой некий чаллендж. Следует, естественно, использовать задание без единственно верного ответа, использовать возможности для обмена идеями, сопоставлять, сравнивать как можно больше информации, делать классификации идей, предметов и так далее. И так же идти от знания к оцениванию. Вот, например, в учебниках New Millennium мы можем посмотреть с вами примеры того, как организовано развитие критического мышления в наших учебных пособиях. И очень интересно, что даже уже в начальном классе обучение идет не только высказывание личного мнения, но и аргументация. Зачастую люди путают мнение и факт. Вот здесь как раз-таки пример того, когда необходимо подтвердить свою точку зрения, свое мнение. Ну, вроде бы на таком простом примере. Would you like a banana? No, thank you, I don't like a banana. То есть такая аргументация своего ответа. Либо же при описании друзей, одноклассников, да, когда мы говорим, почему мы любим человека, да, за что мы его уважаем, за что нам нравится, и одновременно повторяем и лексику, связанную с характеристиками характера. Далее приводится пример развития умений анализа во втором-третьем классе. Например, это задание на выделение слова, неподходящего по смыслу, или же реорганизация предложений для того, чтобы получилось логическое единство. также развитие умений анализировать, выделять причины и следствия в пятом классе. И с этим примером мне бы хотелось остановиться на таком моменте, что зачастую, когда мы говорим о развитии смыслового чтения, о формировании смыслового чтения, многие имеют в виду только сплошные тексты. Сплошные тексты представлены в непосредственном тексте, да, то есть как мы привыкли с вами, это может быть рассказ, статья или что угодно, отрывок, но тем не менее многие забывают о работе с несплошными текстами. Эта работа требует отдельного внимания, формирования отдельных умений по декодированию несплошных текстов. К несплошным текстам относятся фотографии, графики, таблицы, расписания и так далее. И необходимо научить школьников не только читать информацию из таких видов текста, но и создавать такие тексты. Вот здесь приводится пример учебника happyenglish.ru при работе со схемой, то есть когда представлено изображение времени не словами, а в виде циферблата. На самом деле очень интересное задание представлено и в книгах для чтения Ройда Апп, в частности для учеников десятых, одиннадцатых классов. Первые занятия нацелены непосредственно на определение стратегии чтения, на определение того, каким читателем является непосредственно ученик. Я считаю, что это большой плюс этих учебных пособий, потому что это не просто набор текстов и упражнений к ним, но такой грамотный, осмысленный подход к формированию непосредственно грамотного читателя наших учеников. Наш вебинар подходит к своему логическому завершению, уважаемые коллеги. Я хочу закончить его стихотворением, которое любезно написала для этого вебинара моя коллега Галина Аркадьевна Литвиненко. Это, вот, обобщив все содержание в стихотворной форме. Слова и фразы, главы и тома хранят идеи многих поколений. Здесь кладезь мудрости, хранилище ума, следы открытий, вспышки озарений. И если очень хочется понять, в чем цель и смысл, куда идет планета, всего лишь надо нам уметь читать. И, кажется, любой умеет делать это. Любой? Конечно. Узнавать слова «малыш в начальной школе научился», но вот со смыслом справится едва тот, кто в него проникнуть не стремился. Уметь читать наука из наук и изучить ее не так-то просто, ведь чтение – это творчество без мук, залог успеха жизненного роста. Не просто видеть текст, а понимать, не просто слышать, слушать и учиться. Иначе нам до сути не достать, иначе результата не добиться. Стратегия почти как на войне, мы учимся с пассивностью сражаться, прочесть, понять и грамотно вполне использовать потоки информации. Слова и фразы, главы и тома, в их смысл проникнуть далеко не каждый сможет. Учение – свет, а не учение – тьма. Наш вебинар «Россеять тьму поможет». Уважаемые коллеги, благодарю вас за теплые отзывы, за интерес, проявленный к нашей встрече. Сегодня, когда одним из главных критериев успеха является доступ к информации, способность работать с этой информацией, эффективно ее использовать, я думаю, что мы, учителя, непосредственно нуждаемся как раз-таки в развитии тех качеств, которые еще вчера казались естественными и не требующими специального внимания. Именно сейчас, я еще раз повторюсь, способность учиться быстро и переобучаться в любом возрасте, развитие своих потенциальных и расширение имеющихся способностей, а также формирование навыков, стратегий смыслового чтения снова стать залогом успеха каждого учителя. Если есть вопросы, мы готовы ответить на них сейчас, а также на нашем форуме. На слайде я вижу, что в чате появляются вопросы о том, как можно получить сертификат. То сейчас вы сможете увидеть эту информацию. видео, также я размещаю коды в нашем чате для того, чтобы вы могли его скопировать и использовать. Уважаемые коллеги, прошло полмесяца с того, как мы приступили непосредственно к учебе, но тем не менее, я еще раз вас поздравляю с началом учебного года. Надеюсь, что он для нас с вами будет продуктивным, интересным, познавательным и до новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok